Всем привет! Сегодня хочу показать свои покупки за январь месяц. Первое, что я приобрела, это такой замечательный набор от компании Шварцков, Шаума. Линейка у нас Push Up объем, в состав набора входит шампунь и бальзам. Ну, скажем так, я к уходу от Шаума отношусь, в принципе, неплохо. Конечно, ничего сверхъестественного они с волосами не делают, но неплохо промывают. Приятные ароматы у Шаума обычно, и мои волосы выглядят рассыпчатыми, гладкими и ухоженными. Что еще желать? Цена небольшая, ну, думаю, буду пользоваться с удовольствием. Следующая моя покупочка также для волос, это вот такой спрей. Компания у нас Kapus, профессиональная линейка для волос. И это сыворотка уход для окрашенных волос. Большой объем сразу взяла 500 мл, объясню почему. Я такими спреями для волос именно от компании Kapus уже пользовалась. У меня в любимчиках такая же версия, только голубая. Мне нравится. Это не такая прям водичка. Консистенция больше походит, девчонки, вот чтобы было понятно, на спрей от Avon абрикос и маслаши. То есть немножко такой, как легкий бальзам для волос. Классное средство. Оно действительно волосы питает. Волосы расчесываются очень быстро и легко. Волосы у меня длинные, у меня проблема с расчесыванием. С этим средством ничего, как бы ничего проблемного нет. Очень хороший дозатор. Распыляет легко, распыляет так, как нужно. Именно туда, куда нужно. И, конечно же, из плюсов приятный, такой цветочный, парфюмированный, нежный, легкий аромат. Мне очень нравятся эти сыворотки. Я их приобретала и, думаю, буду еще приобретать неоднократно. Последняя покупочка для волос. Это у меня, как всегда, стандартная краска для волос L'Oreal в оттенке 4,15. Морозный каштан Сублимус. Неоднократно говорила, самая любимая моя краска для волос. Но лучше я пока не нашла. Конечно, я в поиске. Если что-то мне понравится больше, чем данная краска, я, конечно же, вам расскажу. Но пока на данном этапе мой фаворит остается неизменным. Следующая моя покупка – это скраб для тела. Приобрела я вот такой скраб «Секреты Арктики. Планета Органика» на основе органического экстракта белого сибирского мха. Многие девчонки показывали. Мне, конечно же, тоже захотелось попробовать. Консистенция у данного скраба вот такая. Выглядит, как действительно какое-то болоце. Что-то с омхом. Непонятная консистенция. Аромат, скажу, тоже непонятный. Неоднозначный. Но мне он на удивление понравился. Мне почему-то хочется его вдыхать. Но даже вот, девчонки, не могу понять, чем он пахнет. Но для меня пахнет приятно, парфюмировано, очень ярко выражено. Но вот я даже не могу объяснить, чем. Да, чувствуется какой-то травянистый запах с каким-то парфюмерным ароматом. Но это надо пробовать. Я даже не объясню, чем пахнет. Оно по консистенции, думаю, будет неплохой. Ну, еще девчонки, конечно, не пробовала. Следующий скраб для тела, который я приобрела. Это уже скраб из Fixed Price. Увидела я у нас такую новинку. Тыквенно-брусничный биоскраб для тела. На основе брусничного сока и тыквенного масла. Производитель у нас ООО «Первое решение». И серия, как я поняла, новая домашняя косметика. Я могу ошибаться, но я в продаже данную серию не видела. Я бы не сказала, что это скраб. Это, скорее всего, такой легкий пилинг. Сам скраб очень жидкий, такой желеобразный. Вот, я думаю, видно консистенцию. Здесь очень много скрабирующих частичек, мелких и какие-то вот вкрапления, косточек, что ли. Приятно пахнет. Пахнет брусникой, так кисленько. Но это, конечно же, больше пилинг. Я знала, что будет такая консистенция. В принципе, я, повторюсь, люблю такие консистенции. Как и жесткие скрабы, так и пилинги мягкие. Мне нравится использовать, их чередовать. Ну, аромат приятный. Попробуем, как будет действовать этот пилинг-скраб. А в пустых баночках уже расскажу более подробно. Приобрела я также ополаскиватель для полостирта, лесной бальзам. Большую упаковку я уже брала именно такой вариант. И мне понравилось. Люблю лесной бальзам. Они действительно справляются. Стоят бюджетно. А что еще нужно? И также в пару к нему вот такой лесной бальзам. Уже 240 мл. Сок алоэ вера и экстракт белого чая. Я его уже попробовала. Приятный у него привкус. Он не ядерный. Чувствуется действительно такая чайная нотка. И какая-то цветочная. Но мне приятно было пользоваться. Также те же самые функции, как и у предыдущего ополаскивателя. Неплохой, девчонки. Могу вам порекомендовать. А также приобрела я себе масло для кутикулы. Как я поняла, это новинка. Компания Golden Rose. И, девчонки, это у нас масло для ногтей и кутикулы. Здесь достаточно неплохой состав. Неплохой объем. Мне понравилось. И само маслице выглядит вот таким образом. А я его уже пробовала, наверное, раз... Использовала раз, наверное, 5 или 6. И мне оно понравилось. У него хорошая консистенция. Масло не очень жирное. У него приятный аромат. Пахнет персиками и цитрусами. Такой интересный аромат. Но мне он понравился. И самое главное, что мне понравилось, у него, у этого маслица, вот такая кисточка. То есть, имеет такую немножко форму. И с помощью этой кисточки очень удобно наносить масло на область кутикулы. Получается быстро и хорошо также ухаживает за кутикулой. Увлажняет, питает. Ну, мне понравилось. Я, кстати, видела еще очень много новинок именно от Golden Rose для ногтей. Думаю, что в скором времени я попробую и какие-то другие средства. В магазине FixPrice у нас я увидела новиночки. Это маска, очищающая от прыщей и угревой сыпи компания Florissant. Заявлено, что очищает поры, устраняет черные точки и снимает воспаление. Я не пробовала маску от Florissant, именно эту. Пробовала, по-моему, в голубой упаковочке. В принципе, мне понравилась, неплохая. И также я сразу и вторую пачку ухватила, причем забрала две последние. Открывается очень удобно. И здесь 10 таких упаковочек с маской. Мне понравилось, что это удобный формат. Можно взять с собой один пакетик куда-то, не тащить целую упаковку маски. Но буду пробовать, как они мне понравятся или нет. Интересно, конечно. И последняя моя покупочка, это у нас помада. Решила я попробовать помаду от Wet n Wild. У нас совсем недавно открыли такой магазинчик с косметикой Wet n Wild. Ну, даже не магазинчик, а как островок в торговом центре. И я себе выбрала помаду в оттенке. Надеюсь, будет видно. E904B. И называется она Rose Bat. Помада мне понравилась. Она матовая. Она держится очень долго. Сейчас я вам попробую показать оттенок. Вот так он выглядит. В принципе, камера передает его неплохо. Ягодный такой сочный оттенок. Мне он очень подошел. Помада держится в течение, ну, часа 4-5. При условии, если в это время ничего не пить и ничего не есть, тогда да. Но, если будете употреблять пищу, то именно в серединке губ помада сотрется. Но ее можно обновлять. Она совершенно не конфликтует, ложится прекрасно. Мне понравилось. Единственный минус, который я могу отметить, это упаковка. Упаковка загрязняется, вот именно где прозрачный колпачок. И также немножко подсушивает губы. Но совсем не критично. Если пользоваться бальзамом, то будет вполне себе даже ничего. А мне понравилось. Я думаю, приобрету еще пару оттенков. Я присмотрела и буду с удовольствием пользоваться. Ну вот, девчонки, такие покупки у меня были. Надеюсь, я была вам интересна, была чем-то полезна. Большое спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока.